Хоккей наша игра! Хоккей наша игра! Хоккей наша игра! У нас в Челябинске 7 коробок, на которых мы тренируем. Плюс в Челябинске мы открываем еще на двух коробках наши тренировки. Плюс в Копейск. И начали в этом году в Магнитогорске. В этом году детская дворовая хоккейная лига выиграла президентский грант в размере 2 миллионов рублей. Поэтому вскоре площадок по городу у лиги станет больше. А значит, еще больше детей смогут получить свободный доступ ко льду. Женя Шорохов до дворовой лиги занимался в хоккейной школе Петрозаводска. Но истинное удовольствие от тренировок научился получать только здесь. У нас там занятия по 45 минут. А вот здесь вот можно сказать, что они по два часа, по полтора. Вот здесь более усложненные задания. За три года занятий Женя побывал на нескольких турнирах. В январе будущего года ему предстоит выступить на юбилейном пятом турнире среди непрофессиональных детских команд. Интенсивная подготовка к нему началась еще в сентябре. Осенью на тренировках на земле ОФП мы готовимся. Эти тренировки абсолютно не мешают. Тренируем дриблинг, технику владения, броски отрабатываем. Работа со жгутом у ребят тоже. Скажем так, это хорошая нагрузка, когда один партнер держит, а второй пытается убежать. А вот будущих вратарей учат стоять в воротах, жонглируя теннисными мячиками в позе полуприседа. Так совершенствуется координация движений голкиперов. Ну и, конечно, меткость, главное качество, необходимое хоккеистам, тоже совершенствуется здесь. На осеннем, но уже заснеженном поле. Миша, пять шаев у тебя. Из пяти две забить надо. Занятия на свежем воздухе укрепляют иммунитет юных спортсменов. А во время выездных турниров в ребятах воспитывается дух соперничества и чувство здоровой конкуренции. Родители спортсменов замечают, что их дети с каждым днем становятся все более дисциплинированными. Мама 11-летнего Матвея Уфимцева еще ни разу не пожалела, что отдала своего сына именно в дворовый хоккей. Вижу, что он стал увереннее, намного самостоятельнее. Потом очень он коммуникабельный стал. Общение у него со старшими. Он не боится с ними, с мальчишками, со старшими общаться, разговаривать. Одновременно на льду занимаются дети разных возрастов. Приходят сюда в возрасте 6-7 лет, а катаются, пока не исполнится 18. И организаторы дворовой хоккейной лиги такое стремление ребят играть в любимую игру как можно дольше приветствуют. Первоначально они ставили перед собой задачу вернуть хоккей во дворы, и им это, кажется, удалось.